Добрый вечер, друзья! С вами Спортэкспресс, наш традиционный онлайн с обозревателем Игорем Рабинером. Меня зовут Дмитрий Зеленов. Сегодня говорим о сборной. Всем привет! Игорь, 1-1 с Ираном при ужасном первом тайме, давайте будем откровенны, при неплохом втором. На твой взгляд, что это было? На мой взгляд, это поиск, это продолжение достаточно конструктивного рабочего процесса. Истерики устраивать по этому поводу, по-моему, совершенно не нужно. Все-таки не надо забывать о том, что, во-первых, четырех основных полузащитников не было, на всякий случай в этих двух матчах. Головина, Загоева, Зобнина и Глушакова. Ну и, во-вторых, все равно идет некая отладка. Например, Черчесову хотелось еще раз посмотреть на взаимодействие в связке с Молов-Кокорин. И, к сожалению, пока что там порадовать нашу публику особо нечем в этом смысле. Потому что, да, в первом матче они достаточно прилично оба действовали сами по себе. Во-вторых, не было и этого. И, по большому счету, связки как таковой между Смолом и Кокориным пока что не просматривается. Безусловно, может быть, трудно было рассчитывать на то, что это произойдет так вот сразу. Потому что это примы. На них играют на одного в «Зените», на другого в «Краснодаре». И это далеко уже не те два пацана из «Динамо», которые вместе играли за дубль, первые годы за основу. И это сейчас уже ведущие футболисты двух разных клубов, которые совершенно не привыкли, что они должны на кого-то играть, а не другие на них. Поэтому, на самом деле, это сложный достаточно момент. И, конечно, мы еще должны некоторое время понаблюдать, а самое главное – Черчесов, за попытками их скрестить. Но я совершенно не исключаю, что в какой-то момент Станиславу Саламовичу придется делать выбор в плане именно игрока для стартового состава. Что выбирать придется кого-то одного. Ну и потом, опять же, очень важно, что были, например, даны шансы другим людям на флангах. Если в матче с Кореей в основе играли Жирков и Самедов, то теперь вышли Рауш и Марио. То есть, в принципе, достаточно много попыток что-то посмотреть, что-то построить. Надо понять, что идет процесс рабочий. Не нужно в каждом матче ждать какого-то мега-результата, что, так сказать, будет фейерверк и так далее. Потому что давайте теперь требовать от Черчесова, чтобы он на каждый матч выставлял строго 11 человек сильнейших. И, короче, чтобы привело все это к тому, что перед самым турниром кто-то сломался и команда не стала вообще. То есть, должна быть достаточно большая обойма. Ну, достаточно большая. И, на самом деле, что мне еще очень важная вещь бросилась в глаза, о чем я написал в сегодняшнем тексте в газете. И вчера, соответственно, он вышел на сайте. Это то, что сборная России испытывает достаточно большие проблемы в позиционных атаках против команд, которые играют достаточно строго от обороны. И мы это видели, в частности, больше тайма в матче с Ираном. Вот с этим надо что-то действительно делать. И я считаю, что поэтому, что нам нужно играть оставшийся товарищеский матч далеко не только с Испаниями, Бразилиями, Аргентинами. Нам нужно играть против Иранов, Исландий, Мексик и так далее и тому подобное. Нам нужно играть с командами, может быть, менее высокого уровня, но с командами, которые будут играть на чемпионате мира против нас, скорее, вторым номером. И которых нам дадут на жеребьевке, не так ли? Ну, скорее, да. Потому что первая корзина. То есть, получается, что из реальных топ-сборных мы можем получить только Испанию в группу. И этого, наверное, не произойдет. Я очень надеюсь, что этого не будет. Ну, скорее всего. Мы же знаем, как жеребят хозяев, да? Ну, посмотрим, конечно. Но, в общем-то, на самом деле, то есть, я написал сегодня, что нам нужно готовиться к трем Иранам. Ну, понятно, что где-то я утрировал, но, тем не менее, нам нужно в первую очередь учиться взламывать обороны команд, которые против хозяев будут играть вторым номером. Ну, вот, мне кажется, что команды Черчесова, в принципе, никогда не славились хорошей игрой в позиционных атаках. Переубеди меня, если я не прав. Ну, я не могу сказать. Мне кажется, что... Это всегда быстрый футбол, вертикальный, как принято говорить. Ну, нельзя говорить, что речь, что команды Черчесова играли на контратаках всегда. Мне кажется, что Динамо стремилась показывать достаточно агрессивный футбол. И Динамо не играла от соперника, насколько я помню. Вот команда Вальбуэна, Курани. В общем-то, они играют, футболисты той команды, в общем-то, стремились играть от себя. И это самое главное. То есть, в общем-то, Черчес и в времена Спартака Черчесов стремился, в общем-то, навязывать сопернику свою волю, играть от себя. Поэтому, в общем-то, в данном случае, мне кажется, что надо важнее говорить именно об этом. О том, что, в общем-то, одно дело, когда команда все время играет строго заточено только на контратаке. Здесь же ситуация все-таки иная, и поэтому это достаточно неплохо. Ну, посмотрим, потому что, опять же, что мы видели, например, в матче с Ираном? Что, допустим, с парой центральных полузащитников Тарасов и Ерохин рассчитывать на игру от себя и на острую игру от себя достаточно сложно. Значит, но потом выходит Кузяев, и сразу же меняется все. Потому что, в общем-то, именно Кузяев начал диктовать вот этот вот темп игры и, так сказать, и переводы с фланга на фланг. И вот эта вот диагональ, которую он вырезал на Самедова перед голом. И до этого он же отдал пас Самедову, когда тот попал в перекладину. То есть, есть просто категория футболистов, которые способны играть и способны вести игру первым номером. И, к счастью, мы вот, на самом деле, эти матчи с Кореей и с Ираном стоило проводить хотя бы ради того, чтобы, значит, пару человек в этой сборной, ну, уже, так сказать, психологически вышло на новый уровень. В частности, и в плане понимания своей собственной возможной роли и своих возможностей в плане этой сборной. Я говорю в первую очередь о Кузяеве и о Рауше. Ну, я вот вспоминаю голы сборной Черчесова, даже там взять Кубок Конфедерации, матч с Новой Зеландией, которая как раз, если, да, говорить твоим языком, это, грубо говоря, Иран. Там, может, даже менее классный, но они играли от обороны, и мы их должны были взламывать. Но наши голы в ворот Новой Зеландии, они были забиты в динамике, на скорости. Ну, если, опять же, что хорошо в этом смысле, что Черчесов всегда любил играть через фланги. Я думаю, что растягивание чужой обороны, в общем-то, игра широкая достаточно, это именно то, один из главных, в общем-то, козырей в плане игры первым номером. И в этом плане, я думаю, что, в общем-то, у Черчесова есть некие наработки, с помощью которых можно это делать. Кстати говоря, мне было бы очень любопытно, я вот тоже написал об этом в своем материале, увидеть сборную России, играющую по схеме с четырьмя защитниками, потому что появился Марио Фернандес, и потому что есть готовая связка справа, которая может именно играть по этой модели. Если взять, например, схему 4-5-1, то справа есть связка Марио в защите и Самедов в правом полузащитнике. Очень хотелось бы посмотреть на них вместе. А представить себе Марио и Самедова при схеме 5-3-2 или 5-4-1 намного сложнее уже. Хотя Самедов... Самедов в 5-4-1, в принципе, это возможно. Вот, собственно говоря, то, что... С Португалией, по-моему, да? Нет, это все возможно, но, опять же, все-таки, в данном случае, игра с четырьмя защитниками будет более... И вообще просто посмотреть, как это все работает. Уже появился Рауш в команде, то есть, в общем-то, и на левом краю тоже есть достаточно неплохой выбор. Понятно, что основная схема с тремя центральными, но все-таки любопытно было бы посмотреть, как она получится с двумя. Нам тут поступают вопросы. Прервемся немного о сборной. Конечно, мы будем сегодня весь час говорить о сборной России, но иногда будем сворачивать в сторонку. Первый вопрос. Гол Панамы – это позор ФИФА? Я не понимаю, честно говоря. Гол, который мяч, я напомню, может, кто не в курсе, мяч пересек, не пересек ленточку ворот Коста-Рики. С арбитрами, тем не менее, засчитали гол. Там никакого вара, естественно, не было. Но вопрос так поставлен. Не, ну, если... Я просто... Я поэтому и говорю, что, в общем-то, не очень понял постановку вопроса. ФИФА делает сейчас, идет к вару, что называется. Кубок конфедерации... В общем-то, если бы ФИФА сознательно от вара уходила, в новом своем обличии, скажем так, как это было раньше, тогда можно было говорить о позоре. Значит, сейчас, ну, невозможно еще сделать так, чтобы сразу везде появился вар. Значит, я надеюсь, что будет принято в ближайшие месяцы окончательное решение, что на Чемпионате мира вар будет в России, потому что, в общем-то, Кубок конфедерации совершенно четко доказал необходимость этого. Ну, нет, конечно, это никакой не позор, а это лишнее доказательство того, что без вар просто невозможно уже в современном футболе. А как тебе ничья Колумбии и Перу? А как... В любом случае, это не так цинично, как это было, например, в матче ФРГ Австрии на Чемпионате мира и 82-го года, когда никому ничего за это не было. Да. Или Дания. Да, да, да. Ну, и Шрица Дания, там самый Nordic Victory, это же как классика вообще. Поэтому, все равно, я думаю, что такие вещи крайне сложно доказать. И, собственно, вряд ли, в общем-то, кто-либо понесет за это какое-либо наказание. Согласен. Спрашивают еще про Спартак, но, я думаю, оставим Спартак на потом, чтобы не ломать начавшийся разговор о сборной. Тем более, что ты начал говорить о Корине и Смолове. Вот мне на этой теме хотелось бы остановиться поподробнее. На твой взгляд, что, при каких обстоятельствах, что должно случиться, чтобы эти два человека сыгрались? Ну, как, это просто требует времени. Значит, ну, во-первых, я имею в виду, это или одно, или другое требует времени. Потому что они могут и сыграться, и могут и не сыграться. То есть, это, в общем-то, говорить, что здесь какой-либо из вариантов заведомо уже гарантирован, не приходится. Потому что мы видели тысячу вариантов, особенно, когда касалось дела именно двух нападающих, что они оказывались друг с другом несовместимы. Но и на других позициях тоже. Вспомнив Джерард с Лэмпордом в сборной Англии, ни одного турнира, в итоге, два великих полузащитника хорошо вместе не провели. Помнив в свое время, Олег Иванович Романцев пытался на чемпионате Европы 1996 года скрестить Кончелу с Карпиным справа. Кого куда оставил? Кончелу правым защитником, если мне не изменяет память. Тоже ничего не получилось. То есть, в общем-то, где-то получается, что приходится жертвовать качеством игроков ради того, чтобы, ну, что называется, люди комфортно чувствовали себя на своих позициях. В этом плане, кстати говоря, как раз, мне кажется, что на Евро 2016 Леонид Викторович Луцкий перебрал с количеством игроков не на своих позициях. То есть, универсализм для него стал, ну, где-то, что называется, теорией универсализма. У него фактически не на своих позициях играли и Кокорин, и Смолов. Сразу двое. Да нет, там еще, там, по-моему, человек 4-5 человек в основе, в общем-то, занимали не свои исконные позиции. Поэтому, в общем-то, где-то, ну, понятно, что современный футбол подразумевает необходимость играть на нескольких различных позициях. Но там это уже приняло особенно, ну, мне кажется, что несколько чрезмерный характер. И как раз я считаю, что, может быть, это было одной из причин неудачи. Ты бы кого поставил центральным нападающим? Кокорина или Смолова? Если бы тебе сказали, обязательно кого-то надо ставить. Ну, во-первых, надо дать шанс тому. Прямо сейчас, вот сегодня. Играем сегодня матч открытия. Смолова. Потому что он уже забивал в последний, так сказать, период, так сказать, времени за сборную. То есть, вспомним, что он забил первый гол при Черчесове за сборную, когда с Ганой играли, и, собственно говоря, это был победный мяч. Он открыл счет в матче с Южной Кореей. То есть, мне кажется, что на сегодняшний день, просто, вот я говорю, что именно на сегодняшний день, Смолов – это часть сборной, уже неотъемлемой. И он провел хороший турнир. Да, да, он провел достаточно приличный турнир. Значит, забил мяч, попал в перекладину, играя с травмой, кстати говоря, с мидером. Да, значит, может быть, в матче с Португалией от него ждали больше. Но, в общем и целом, он абсолютно органичная и неотъемлемая уже, можно сказать, часть этой сборной. Кокорин таковой пока назвать нельзя. По понятным причинам он пропустил Кубок Конфедерации. Сам сказал в интервью, что, в общем-то, это решение Черчесова, не брать его туда, заставило его многое переосмыслить. Мы это видим действительно по его прекрасной игре за «Зенит». но вопрос в том, что в «Зените» он звезда, безусловно, сейчас, но чтобы стать в сборной адекватным себе в «Зените», ему нужно будет еще время и усилие, безусловно. То есть, на сегодня, в общем-то, Смолов основной игрок, Кокорин вернувшийся игрок, которому надо очень многое доказывать. А Дзюба игрок глубочайшего резерва? Ну, я думаю, что на самом деле, на сегодняшний прямо вот день, для Артема все не так хорошо, потому что он, во-первых, не забивает в «Зените». Он мало очень забивает, скажем так. А во-вторых, мне кажется, что сейчас, если не брать в расчет травмированных, были вызваны уже практически, наверное, все те, кто, в общем-то, на кого идет расчет в перспективе участия на чемпионат мира. То есть, это такой прообраз нашей заявки. Да, да, да. Безусловно, наверное, еще один-два человека могут быть добавлены. Опять же, я не беру травмированных. Там вот эти четыре человека, они вернутся в сборную, наверняка, если будут здоровы. И то даже эту заявку придется обрезать. Да, да, да. Даже ту, которая есть. Да, да. Тут надо посмотреть, внимание, я на самом деле, когда перед тем, как написать вчерашний материал, я смотрел, анализировал, кто сколько времени игрового провел в этих двух матчах, тоже ведь все важно. Значит, если мне не изменяет память, по-моему, пять футболистов не провели ни одной минуты. Давай их назовем. Назовем их. Ну, понятно, что это вратарь Габулов, который все равно поедет, я почти уверен, третьим вратарем на чемпионат мира. Это, в общем-то, нормальная ситуация, когда такой дядька-наставник, третий вратарь, который, в общем-то, у которого, может быть, нет ярко выраженных амбиций играть. Он сам это признавал в интервью Спортэкспрессу. Да. но который, и который, в общем-то, может создать хорошую атмосферу в этом вот вратарском мини-коллективе. Да, да, да. То есть, та роль, которая была у самого Черчесова на чемпионате мира 2002 года, куда он поехал с 40-летним. Значит, также не играли крайние защитники Смолов и Чернов и центральные... Смольников. Смольников и Чернов, да, и центральные защитники Нейштеттер и Гранат. Значит, что вообще, конечно, интересно, потому что вот если бы я специально посмотрел вот на две позиции форварда, ну, даже я не беру в данном случае, что второй матч мы играли по схеме, значит, 3-4-3, можно так сказать. Ну, вот так, если брать все-таки фигурально две позиции форварда, вышли 4 человека. Шесть позиций, значит, три позиции полузащитника вышли 6 человек. Две позиции крайних игроков вышли 4 человека. То есть, как бы по два человека на место, да. А в защите на три позиции вышло 4 человека за два матча. То есть, это лишний раз говорит о том чудовищно скудном выборе, который у Черчесова есть. Посмотри, вышел Заболотный ненадолго. Как ты считаешь? Мне он очень понравился в его выход в матче с Кореей. Дзюба, он превосходит не по своим качествам, а по шансам попасть в эту сборную. Думаю, что шансов у Заболотного попасть на чемпионат мира больше, чем у Дзюба на сегодняшний день. Значит, ну, мы не раз уже слышали, читали высказывания Черчесова о том, что вообще, значит, позиция большого форварда, то есть, как бы, ну, фигура большого форварда для этой сборной не факт, что необходим. Но один такой человек команде нужен, ну, просто хотя бы для навала в конце, условно говоря. А Заболотный, это, в общем, футболист достаточно разноплановый. Он, да, большой, но он и мобильный. Он достаточно много двигается. мы видели, что вот, когда скорее он вышел, он выиграл, по-моему, все эти наборства, в которых участвовал. Понятно, что до основы... Маленькие корейцы от него отсказывают. Это да, другое дело, что, да, корейцы не такие могучие. Но, в любом случае, понятно, что нападающих будет четыре. Значит, и ясно, что это будут, скорее всего, Кокорин и Смолов. Полос, безусловно, потому что... Безусловно. Ну, я думаю, ну, скажем так, на 95, я думаю, процентов. Но Черчесов ценит, да, тех, кто его не подвел, проверенных бойцов. А Полос его не подвел. Да, кто на заменку хорошо может выходить. А он уже неоднократно доказывал, что на замену выходит здорово. И вот сейчас мы увидели, кто именно сравнял счет в матче с Ираном. Понятно, что вот там все три футболиста, которые вышли на замену, поучаствовали в этом голе, Кузяев, Самедов и Аполос. Тем не менее, автором гола стал именно Дмитрий. А четвертое место? А четвертое, это будет большой. плюс к тому, не забудем, что в роли такого полунападающего он видит и Алексея Миранчука. Ну да. Ну, понятно, что скорее всего, я не исключаю, что и Заболотный, и Дзюба не поедут в итоге. Значит, но из них двоих на сегодня шансы Заболотного видятся более высокие. Есть в России такой теневой форвард, который может их обоих обставить и поехать. Ну, если сейчас Бухаров начнет в каждом матче клепать, то играл же он на Кубке Конфедерации и в основе даже выходил против Мексики. Поэтому, в общем, ну, посмотрим, конечно. Ну, все-таки, мне кажется, что на 95% сборная России это те футболисты, которые были приглашены на матчи с Южной Кореей и Ираном, плюс та травмированная четверка, о которой мы уже говорили. А Дзюба еще спрошу, все-таки футболист для тебя не чужой, ты ему даже письмо писал. Имело место. Вот. Что бы ты сейчас на его месте делал, если бы перед тобой стояла задача, я уверен, перед Дзюбой такая задача стоит, как перед самим собой, поехать на домашний чемпионат мира? Шаги, что делать? Рыть носом землю и доказывать на каждой тренировке Мончини, что надо ставить его в основу. А уйти из Зенита зимой? Ну как, зимой это зимой, мы говорим про прямо сейчас. Прямо сейчас и зимой в ближайшей перспективе. Ну, если он играть не будет, тогда зимой возможно в аренду уходить. На самом деле, мы же читали интервью Кокорина недавно, где он сказал, что это он уговорил. Дзюбу не уходить, хотя Дзюба уже был настроен. Значит, ну, не знаю, правильно ли Дзюба дал себя уговорить в данном случае, потому что в Локомотиве он бы играл в основе железобетона, а на сегодня это вторая команда страны. Потому что, я думаю, что если бы на достаточно раннем этапе определились с переходом Дзюба, тогда бы и Эдера не было в Локомотиве, потому что, ну, я думаю, что Эдер уже, вот, так сказать, до некоторой степени от безысходности. Да. Хотя, в итоге, мы увидели, что Эдер уже достаточно, ну, не сразу, но достаточно быстро начал приносить пользу и уже забил два важных гола. Ну, если против таких защитников, как в Динамо, то, наверное, сложно. А с Ростовом победный на 90 плюс 3. Так что, не, уже польза появилась. Я, кстати, помню, я общался с Семиным, значит, вскоре после первого сбора, когда вот в Австрии, я имею в виду, первого для Эдера, когда вот в прошлом перерыве на матче сборных локомотив в Австрию поехал. Я потом спросил Юрия Павловича, как Эдер, он сказал, понравился, так сказать, то есть, в принципе, он сразу же произвел на него приятное впечатление, сказать, что, в общем-то, он увидел в нем перспективу. И, кстати говоря, это подчеркиваю еще раз, что этот момент показывает, в общем, несправедливость упреков в адрес Семина, что он все кандидатуры, которые клуб предлагал, что он все блокирует, игнорирует, только хочет тех, кого он предлагает. Это не так, потому что Эдер, это была кандидатура клуба, так же, как и Фарфан. Значит, Фарфан приехал с разобранной, с несколькими лишними килограммами, тем не менее, спустя время он на тренировках Юрия Павловича вернул, привел в чувство. Ну да, и самое главное, что, опять же, значит, если бы Семин был такой упертый, каким его некоторые считают, то, значит, то он просто зачехлил у Фарфана и все, вот не буду его ставить и пошли вы. Но, тем не менее, он оценил, что этот боец, что это классный мастер, пусть он уже и где-то близок к сходу, скажем так, 32 года, плюс не играл какое-то время. Но, в итоге, получилось так, что он попал в состав и стал, в общем, частью локомотивской обоймы. Может и в Россию на чемпионат мира попасть. И да, на чемпионат мира, скорее всего, приедет, потому что, я думаю, что обыграют они Новую Зеландию, перуанцы. Посмотрим на Фарфана еще и в майке сборной. Центральная линия сборной России, вечный вопрос, у нас Черчесов ставят в основу Тарасова, как чистым опорником. Значит, что такой человек нужен, очевидно. Особенно, если у нас травмированы Глушаков, Дзагоев, нужны приставки. Тарасов, в первую очередь, я думаю, сейчас мы увидели, и Черчесов ясно тоже увидел, что Тарасов при необходимости играть в позиционную атаку, Тарасов практически бесполезен. Но Тарасов реально необходим, когда, например, Россия играет против ярко выраженной силовой команды и ведет в счете, например, нужно выпускать на замену человека, который будет верх снимать, который будет единоборство в центре поля выигрывать. в такой вот ситуации и вспомним, что Тарасов вышел именно в такой ситуации в матче против Новой Зеландии на замену за 15 минут до конца. Именно счет был тогда 1-0, новозеландцы грузили, и, в общем-то, стиль игры их понятен. мне кажется, что Тарасов именно нужен для специализированной работы в определенный момент игры. Хорошие качества Тарасова всем известны, но даже в своем клубе он на своей позиции номер 2 после Игоря Денисова. Но они вместе часто играют. часто вместе. Но, тем не менее, он, очевидно, уступает Денисову по самым разным. Но, условно говоря, именно в такой момент игры, когда нужно снимать вверх, Денисов вверх будет снимать? Нет, не будет. Не будет. Денисов, ну, мне кажется, что... В остальном будет. Я подвожу к тому, что, ну, может быть, все-таки навести мосты? Мне кажется, что наводить мосты должен в данном случае игрок, который сказал, что никогда с этим тренером общаться не будет, и он для нее не существует, как игрок и как тренера человек. Но это он сказал ему в приватной беседе, насколько я понимаю. Ну, если... Ну, сказал же. Значит, мне кажется, что он же должен ему позвонить, извиниться и сказать, давайте, типа, жить дружно. Наверное, примерно так должно все происходить, а не Черчесов, услышавший такие вещи, должен сам, так сказать, идти к нему на поклон, что называется. Плюс к тому, опять же, если мы смотрим вперед, все-таки, а не назад, в общем, Денисов сейчас все равно уже не вполне тот, что он был там несколько лет назад. Ну, опять же, тут, так сказать, Денисов, правильно, кто, я не на днях читал интервью, сейчас не помню уже, по-моему, Сергея Андреева, если я не ошибаюсь, нашего знаменитого форварда, и он правильно сказал, что Денисов не из незаменимых футболистов для этой сборной. Условно говоря, если бы... Ну, он в ней не играл, в этой сборной? Не, ну, имеется в виду, что он, так сказать, ну, он не играл, но он и не, не кажется здесь человеком, без которого эта сборная не может существовать. Мне, по крайней мере, так кажется. Хорошо. И представь, что это футбольный менеджер. Ты бы отказался от игрока с набором качеств Денисова? Я бы... Значит, во-первых, футбол это не футбольный менеджер. Это очень важно понимать. Значит, футбол это вещь, где люди со своими характерами, со своими эго. Футбол это такая вещь, где нельзя вот в конструктор собрать и, значит, взял лего там и построил там, значит, зимний дворец. Это как будто так легко все сделать. было. Расстроили тоже не так просто было строить зимний дворец, как вот в лего, наверное. Значит, что касается футбола, то, в общем-то, здесь очень тонкая работа по построению коллектива, по какой-то работе именно связанной с психологией, с коллективной психологией и так далее. Значит, Денисов неоднократно доказывал, что он может взорвать коллектив изнутри. Было? Было. В «Зените» было, в «Анжи» было, в «Динамо» было. И только в «Локомотиве» не было. Могу парировать, но и Черчесов неоднократно доказывал, что у него случаются конфликты с лидерами. В «Спартаке» было, в «Амкаре» было. В «Амкаре» кстати, в итоге получилось так, что Пеев вернулся и заиграл еще лучше после этого. Черчесов тоже доказывал, что он не всегда этих самых лидеров чехлит, и они перестают после этого для него существовать. Они поговорили, все наладилось, и все стало хорошо. Что касается Егора Титова в «Спартаке», то просто все было сделано слишком резко. Потому что скажи мне, где после этого играл Егор Титов, уважаемый, выдающийся футболист в истории «Спартака». Он перешел в Химки, ничего там не показал, уехал в Казахстан, и на этом все закончилось. Но он к тому времени уже был ветераном. Ну это да. Но это, собственно говоря, опять же, если мы говорим с точки зрения того, был Титов бесценным для «Спартака» в тот период. Безусловно, нельзя было, наверное, такие вещи делать столь резко. Ну, что называется, так вот, раз в дубль и все. И до свидания. Слишком. Ну, что называется, мне кажется, что в той ситуации Черчесов просто, что называется, не сопоставил уровень Титова популярности и любви к Титову публике и, скажем так, тот багаж своего авторитета как тренера, который у него на тот момент был. То есть, я думаю так, что если бы Черчесов выиграл чемпионат страны в 2007 году, когда он буквально одного очка не хватило, значит, и вот тогда бы его решение по Титову в 2008-м было бы воспринято публикой и значительно более, скажем так, лояльным. 2007-й год это очко, его тоже ставят часто в вину Черчесову, если вспоминать ситуацию с Торбинским и матч с Сатурном. Ну, хорошо, человек не явился на установку, проспал, да. Значит, ну, какие-то меры, наверное, надо. То есть, ну, вот скажи мне, действительно, вот вспомни эту ситуацию. Тогда что, Торбинский был суперзвездой Спартака? Нет, но он был очень важным игроком проблемной зоны, на которую потом, как ты помнишь, купили Майдану. Окей, ну, вопрос в том, что матч закончился со счетом 0-0 и Торбинский все-таки не относился к числу первоочередных людей, которые решали вопрос впереди. Он был игроком достаточно, так сказать, важным в средней линии. То есть, где-то и, так сказать, в том числе и где-то, так сказать, в игре на оборону, не только, так сказать, а забивать-то другие люди должны были. То есть, в обороне-то не было в той игре проблем. Значит, в средней линии-то не было, особо в атаке ничего не получилось. Ну, когда такое напряжение, когда идет золотая гонка, любая мелочь, ты слышишь. Хорошо, любая мелочь. Хорошо, значит, неявка на установку не должна повлечь в собой? Это инсайд, да, инсайд, я так понимаю. Все знают, что не было на установку. А почему он-то не явился? Проспал. Проспал, да. Значит, бывает. Но, что называется, тренер принял меры. Почему мы должны отказывать главного тренера в праве применять дисциплинарные меры в случае нарушения внутреннего распорядка? Торбинский всегда производил впечатление дисциплинированного. Ну, любой человек имеет право, не, право, сказать, любой человек это человек, скажем так. А почему Чарсисов не прочувствовал момент? Слушай, давайте, я не был членом того коллектива, чтобы вообще живописать все эти моменты до такой степени. Это очень интересно, но мы углубились, но я считаю, мы не зря это сделали, поскольку там можно найти какие-то корни. И вот я все-таки перекину мостик. Не зря же говорят, и ты наверняка слышал эти разговоры, что не все заслуженные футболисты российские хотят работать с тренером Черческого. Почему все должны хотеть работать с кем-то? Если все хотели, то есть это далеко не всегда работает, когда все вот так вот всего хотят. Это да. Опять же... Со Слуцким все хотели работать. Понятно. На самом деле я большой фанат творчества Леонида Викторовича, это все знают, собственно, скрывать нечего, но там была творческая неудача. И творческая неудача может быть в карьере абсолютно любого тренера. То есть если я не знаю ни одного тренера в истории мирового футбола, у которого не было бы провалов каких-то. Это сейчас все говорят Лобановский, Лобановский. Лобановскому после невыхода на Евро-84, когда проиграли в Португалии, причем по судейской вине в первую очередь, была официальная Федерация Футбола СР официальный запрет на работу в сборной страны. Значит, кстати, это может подтвердить человек, которому тоже запретили на тот момент. Давайте поздравим все вместе Никита Павловича Симоняна, которому сегодня исполнился 91 год. Великий человек, просто великий. Все, кто с ним общаются, подтвердят это. То есть, степень вот этой энергетики феноменальная совершенно. Человек каждый день приезжает в РФС к 10 утра как штык. Величайший. И эмоции. Я помню, вот говорили, мы с ним, у нас с ним было большое интервью весной, и самый такой характерный звук этого интервью был примерно, был вот такой, вот в диктофон, когда слушал, значит, вот он говорил, говорил, мысль свою, хотел вот эмоционально так довести. И бил кулаком по столу. Так вот, Никита Павлович был тогда начальником команды, ему тоже запретили. Подтвердит, как-нибудь спросите, по всех подробностях всю эту дикую историю расскажет. И другие были неудачи у Лобановского тоже, чемпионат мира 90-го, вспомним. Поэтому все это бывает, но я убежден, что для любого умного тренера, каким был Лобановский, каким является тот же самый Слуцкий, значит, не бывает неудач, бывают уроки, которые потом извлекаются, и тренер становится еще сильнее. Значит, и поэтому, собственно, к чему я веду? Веду я к тому, что далеко, то есть, есть группа абсолютно выдающихся тренеров, с которыми футболисты не сильно обожали работать именно как с точки зрения общения, поглаживания по головке и так далее и тому подобное. То есть, Константин Иванович Бесков тот же самый был, я думаю, раз в пять более люд, чем Станислав Саламович Черчесов. А что у нас такое, как это бы сказать, нежное поколение футболистов, они все-таки матерые достаточно люди, почему это они воротят нос, вдруг они ко всем ездили, а к Черчесову не хотят. Нет, ну а собственно нет, то есть, давай все-таки не будем тут тоже перебирать, потому что... Ну я говорю, ходят слухи, и они не безоснователи. Да, если говорить, например, я все-таки считаю, давай исходить из фактов, факты заключаются в том, что Игнашевич и Березуцкий сами сказали, что, так сказать, просят приостановить свое членство в сборной. При этом играют в Лиге Чемпионов совершенно спокойно. Хорошо. Спокойно. Окей, как они там играют? Плохо. Я глубочайшим образом уважаю Игнашевича и Васю Березуцкого. Это люди, которые сделали очень много для футбола нашей страны. Это люди, которые были в составе нашей бронзовой команды в 2008 году. Это люди, которые выходили в четвертьфинал Лиги Чемпионов ЦСКА, много раз становились чемпионами страны, шестикратные все чемпионы. Но годы-то идут. Идут. Так я не призываю их возвращать. И некуда деваться. Они-то молодцы, что они прочувствовали, что они уже на этот уровень не выйдут. То есть ты считаешь, это сознательность, а не хитрый ход? Чтобы не ездить в сборную? Нет, я считаю, что это понимание профессиональных людей, что на чемпионате мира они могут, как уже люди достаточно преклонного футбольного возраста, выглядеть не в лучшем свете. И в марте Василий Березуцкий не скажет в интервью Спортэкспрессу, что если Черчесов позовет, я готов. Конечно, может быть, пройдет полгода, он будет... Праздник-то будет приближаться. У него будет ломка может быть вдруг. Ну, это живые люди тоже. То есть, условно говоря, вчера он решил, что все уже ресурсы организма исчерпаны. завтра позиция может измениться. Силы появятся. Ну да, а собственно говоря, будут пропущены 7-8 матчей. Это же тоже где-то аккумулирует. Ну да. Но тут уже, я думаю, не пройдет такая история. Не пройдет. Мне кажется, что в общем, не для того наигрываются все те люди, которые играют сегодня, чтобы потом заниматься уходом обратно в прошлое. Другое дело, что, конечно, в защите с кадровой точки зрения по многому швах. Значит, стопроцентно основным игроком сборной можно назвать ровно одного человека. Кеоргия Джиги? Кеоргия Джиги, да. ну где-то близок к этому статусу Федор Кудряшов, наверное. Недаром, кстати говоря, он был одним из двоих наряду с Кокориным. Ну, Кокорин это другая история совсем. Кто провел по 90 минут в обоих матчах с Кореей и с Ираном. Но Кокорин, 90 минут Кокорина, 180 минут Кокорина, это явно просто, так сказать, месседж, месседж со стороны Черчесова, что вот, парень, вперед, значит, тебе полное доверие, работа доказывает. Тебе не кажется, что 90 минут Кудряшова это не столько заслуга Кудряшова, сколько желание Черчесова попробовать на месте Васина Кутепова? вот так вот сложно я сказал. Это да, но есть, у нас же есть еще и Нейштейтер и Гранат, которые вообще не вышли. Нет, это понятно, что это пока совсем резерв. Тут идет выбор, идет так, как мы сказали, лего-конструктор. Мне кажется, вот Черчесов пытается найти оптимальное сочетание лего в центре обороны. И Кутепов, он рассматривается как центральный центральный. Как он может не рассматриваться, если он, когда Спартак играет в три центральных, он играет именно на этой позиции. Значит, что касается Васина, то просто Васин столько ошибок уже сделал за два последних сезона. Да, он там много наверху выигрывает и так далее, но сейчас опять второй гол корейцев за спину пустил. Ну, тут у Черчесова просто нет другого выхода, как смотреть варианты, потому что, если Васин продолжит совершать такие же ошибки, ну, он не может быть тогда. Кутепов потянет центрального-центрального? Я вполне допускаю, что да. И видно было, с какой уверенностью он в Спартак вернулся после вот этого простоя своего на скобейке. Говорят, набрал полтора килограмма, почувствовал какую-то физическую силу, что от него соперники отскакивают. Пару было эпизодов, кстати, в матче с Ливерпулем, когда от него соперники отскакивали, меня это прям даже удивило. Я думаю, что это более, на самом деле, перспективный путь. Может быть, кстати говоря, тут на самом деле тоже головоломка достаточно для Черчесова, потому что, на самом деле, два самых стабильных и сильных прямо сейчас защитника из всех, которые играют в этой сборной, их родная позиция это левый центральный. Это Джики и это Кудряшов. Может быть, кстати говоря, было бы любопытно посмотреть на Джики в центре, потому что именно в силу его надежности. Может быть, но с другой стороны, там же все-таки вопрос страховки, то есть, как бы, значит, что... Немного не тот функционал. Да, 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 то есть, может, не так много нужно непосредственно активных действий. Единоборств выигрывать, которые, например, в которых больше всего силен Джики. Значит, а больше надо страховать. Ну, все сложно, очень сложно, на самом деле. Говорят, что изначально, когда Черчесов принимал команду, у него был план по обороне, он сразу, как я слышал, склонялся к схеме с тремя центральными, но у него был план такой, что Вася Березуцкий в центре, а по бокам как раз Кутепов и Новосельцев. Видишь, из всей этой тройки даже... Жизнь, так сказать, несла коррективы, как говорится. Вот Новосельцев был человек... Ну, вот это, так сказать, вот так вот я бы это даже немножко эту историю сравнил с тем, что происходит сейчас в российском хоккее, в КХЛ. То есть, когда два клуба сгребают к себе все, что более или менее катается, бросает и, значит, хорошо играет, а в результате получается, что по пять человек в ЦСКА сидят, кандидаты в сборную сидят на скамейке каждом матче в хоккейном. ну вот примерно и такая же ситуация получилась с тем же Новосельцевым в Зените. Зачем надо было брать человека, чтобы он сел в глубочайший запас? И мне непонятно, почему Новосельцев остался в Зените в это трансферное окно. Это вообще необъяснимо. Так, каждый футболист выбирает свой путь. Ну, посмотрим, даст Бог, может сейчас, например, зимой куда-то уйдет и там будет превратиться в непроходимую скалу. Вопрос из зала. На что сборная России может рассчитывать на чемпионате мира? Оригинальный вопрос. Какой результат будет успехом? Я считаю, что успехом будет выход из групп, потому что я уже неоднократно об этом говорил. когда сборная на протяжении четверти века своего существования один раз выходит из группы на чемпионатах мира и Европы 2008 год, напомню, то любой выход из группы на домашнем, пусть на даже домашнем чемпионате мира это тоже успех. А то, что дальше это вообще супер бонусы какие-то уже. То есть, сколько у нас было за все это время чемпионат мира и Европы? 94, 96, 98. Ну, я даже... 98 не было. Нет, нет, нет. Я даже... Я учитываю и те, куда мы не попали. 98, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 10, 12, 14, 16. 12 турниров было. За 12 турниров мы один раз вышли из группы. Значит, почему мы должны замахиваться на полуфинал, условно говоря, или даже на четвертьфинал? Значит, если... И последний раз мы выходили из группы 10 лет назад. Последний раз на чемпионатах мира, а на мир мы последний раз выходили из группы в 86-м году. Это было 31 год назад. Из группы 31 год назад на чемпионатах мира. Какой за хреновой матери еще какой там четвертьфинал, полуфинал и так далее. Давайте из группы выйдем, порадуемся, а дальше уже вдруг там попрет с жеребьевкой, с судейством. Бывало уже у некоторых команд хозяйств. но хоть все-таки хотелось бы, чтобы так уж откровенно, как это делали Корею в 2002 году нам не подсуживали. Как там убили итальянцев и испанцев, это же позор футбола. Там особенно, по-моему, с Испанией. С Италией. Один из двух матчей особенно был таким жестким. футболистом. Да. Я там удивляюсь, как еще у итальянцев хватило выдержки не уйти всей командой с поля. Ну да ладно. Остается у нас не так много времени и посвятим его чемпионату России, а самое главное Лиге чемпионов. Давай галопом по чемпионату. Что думаешь, насколько важный тур? Центральный матч у нас Краснодар-ЦСК. Да, кстати, матч вообще топовый, потому что более важной игры с точки зрения борьбы за Лигу чемпионов за место в следующем сезоне трудно себе представить. Тем более, что и Краснодар, и ЦСКА вылетели из Кубка России. Значит, соответственно, у них в общем-то им надо. Но тут, конечно, огромная проблема. Это дикое количество травм у ЦСКА, внезапно, так сказать, на них обрушившиеся. Как я понимаю, точно Загоев не сыграет. Думаю, что с 90% вероятностью Головин не сыграет. По Вермблуму была какая-то информация? Я не слышал. Тоже не слышал. Но если еще и Вермблум, то есть это полузащита вся вылетает. Что делать вообще людям? Это, конечно, трудно. Тем более, что игра в Краснодаре. Но как Краснодар из тоже жарту в холод? Вообще непредсказуемая команда. Просто непредсказуемая. Ты бы на месте Галицкого оставил бы Шалимова? Ну, я много раз уже говорил, удивлялся этому долготерпению владельца Быков. Значит, ну, может быть, Сергей Николаевич считает, что из-за ситуации с финансовым фэрплей, которая для Краснодара там жесткие достаточно ограничения, что в связи с этим объективно не было возможности провести классную селекцию летом. И поэтому так все происходит. Ну, у всех так, у всех так. Ну, нет, ну, тут еще финансовый фэрплей, как бы, что называется. А, ну, понятно. роль. И поэтому может быть, с этим терпение в определенной степени и связано. Надо смотреть дальше, но вылеты и от Сорвенной Звезды, и от Томи, это, в общем-то, скажем так, что-то такое очень было неприглядное. Ну, все ждали, что Краснодар дома выдаст классный матч с Зенитом, потому что разница всего, по-моему, в очко была в этот момент. Да. Вообще в одну калитку играв на первом тайме, когда все, собственно говоря, и решилось. И потом, да, Зенит, потом Краснодар стрепенулся после перерыва, но уже поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Как ты думаешь, сценарий с возвращением в Россию Слуцкого зимой, где у него в хале все очень сложно, и как раз в Краснодаре, он реально... Думаю, нет. Думаю, нет. Мне не кажется, что его кто-то уволит в течение сезона. Ну, там все очень... А с чего было рассчитывать на то, что будет лучше? Ну, задача же ставилась. Да? Брось ты, господи. Там, когда всю команду распродали, набрали молодежи, там пару опытных человек взяли, там... там... не на что рассчитывать с таким составом. И то, что они там вообще у кого-то 6-1 еще выиграют. Кстати, три победы, все три с крупным счетом. 4-0, 4-1, 6-1. Будем надеяться, что, в общем-то, эта победа какая-то... Жалко, кстати говоря, в таких ситуациях, когда команда выигрывает 6-1, вот продолжать бы и продолжать, и он как раз на сборной разъехал. Сейчас Норвич будет. Да, сейчас, да. Крепкий. Дай бог, чтобы все было хорошо. Ахмат-Спартак уже вот-вот этот матч будет. Кононов знает, как обыгрывать Спартак, но не знает, как обыгрывать Карреру. И, как думаю, вообще Ахмат-Кононов отбрасываем все. Не подписали Роналдинию там с Келачи пока был матч? Пока нет, не успели. Так свободных как раз можно, свободные агенты, можно вне трансфер. Давай вот эту всю историю отбросим, связанную, да, с около Ахматом, а возьмем просто футбольную команду, поскольку Кононов, ну, это один из интереснейших тренеров, на мой взгляд, вообще нашей премьер-лиги. Ну, это пока этот сезон не особо, то есть как-то вот жар-то в холод, такая большая синусоида, то выигрыш, то проигрыш. Какой-то логики во всем этом усмотреть пока не удается. Поэтому очень сложно сказать, что команда тот или иной момент выдаст, ну, какого-то поступательного развития или наоборот поступательной деградации тоже не видно, потому что когда все ждут от команды, когда там четыре матча подряд проигрывает или три, значит, все ждут, что дальше посыпется из-за тяжелейшего календаря, она берет и обыгрывает СССР в гостях. Потом тоже, значит, потом проигрывает то, что не должна проигрывать. Потом опять выигрывает значит, у кого, у Робина там в гостях. Да. Значит, то есть, предсказать эту команду вообще невозможно. А, но Спартак чуть более предсказуем, да? Посмотрим. На самом деле, интересно, очень означают ли эти два последних матча, вырванная зубами ничья у Ливерпуля полуторным составом и выигрыш уверенный у крепкого Урала, означает ли это, что, в общем-то, все эти бури спартаковские, внутри спартаковские затихли и пошел уже прогресс? пока у Спартака не было еще в этом сезоне ни одной, ни разу двух побед подряд даже. Значит, это очень важно. И если сейчас Спартак выиграет в Грозном, то вот это вот второй выигрыш подряд, в общем-то, наверное, уже поможет каким-то делать какие-то, так сказать, оптимистичные выводы. Пока я остерегусь от этих выводов и давайте посмотрим, что будет в Грозном. Потом, потому что на самом деле все равно половина головы у людей будет в матче с Севильей. Потому что, в общем-то, это будет один, может быть, решающий матч для Спартака. И у нас теперь уже голова к Лиге Чемпионов. Осталось не так много времени, но это самое интересное. Этот матч ключевой? Нет, тут, наверное, каждый матч ключевой в этой Лиге Чемпионов. Безусловно, но когда еще скажем так, выигрывать не у Морибора, если не дома у Севильи? Понятно было, что с Ливерпулем, особенно в тех обстоятельствах, победа была исключена, и ничья это был максимум. Это героизм, ничья это максимум, конечно. Теперь два очка, не так плохо. И если Спартак готов за что-то цепляться в этой Лиге Чемпионов, я имею в виду за что-то большее, чем выход в Лигу Европы, потому что тут, что называется, должны. Ну, так сказать, это уже будет провал, если Морибор выйдет в Лигу Европы. Но здесь вряд ли можно рассчитывать, не выиграв у Севильи дома, потом сделать это в гостях. Хотя такое тоже бывало в разной, так сказать, например, можно вспомнить, 91-й год, четвертфинал Кубка Чемпионов Спартак-Реал, когда я буквально на днях, при грустных обстоятельствах, на прощании с Константином Сарсани, встретил первый раз за много лет своего давнего и хорошего знакомого Дмитрия Радченко, который на Сантьяго Бернабео тогда забил два прекрасных мяча. И если дома Спартак сыграл с Реалом 0-0, то потом в гостях обыграл Королевский Клуб 3-1 и вышел в полуфинал Кубка Чемпиона. Как раз Радченко тогда сделал дубль. Радченко вообще в Еврокубках. да, да, и потом в этом розыгрыше когда Ливерпуль обыграли, тоже он там забивал. Очень сильный был на самом деле футболист. Многие уже его плохо помнят. Недооцененный, мне кажется, в плане какой-то истории. Там еще важный момент был, что у него был очень тяжелый перелом, который ему достаточно обрубил в какой-то мере карьеру, которая так на взлет шла. Но тем не менее забивал два дубля Бернабеу, потом забил гол, кстати, Камеруну. Единственный, который не Соленковский забил. В общем, поэтому сильный был футболист. И очень хотелось бы, чтобы сейчас свой Радченко тоже у Спартака нашелся в матчах с Севильей. Будем надеяться, что Квинси Промис, который восстановился после травмы. В общем-то, я не знаю, готов ли он уже на 100% сейчас перед матчем с Ахматом. Может, лучше дать ему поберечь его и пусть уже в Лиге Чемпионов выходит. Уже на воду дуть надо. Что с Зе Луишем, знаешь? Как у него дела? Нет? Это, конечно, не узнавал в последнее время, но как-то все это, так сказать, сильно мне напоминает позднего Велитона, по-моему. Как делал Глушакова? Я так понимаю, что вчера уже в полной общей группе тренировался. Понятно, что Денис там рвется в бой, но опять же надо посмотреть на столь процентов он готов, потому что на данном этапе мне кажется, что игра с Севильей все-таки надо на нее перевести. Если делать, что называемые, если вот расставлять приоритеты, то игроков, в ком есть хотя бы минимальные сомнения по части здоровья, лучше приберечь до Севиль. Восстанавливается Роман Зобнин очень быстро, слишком быстро, как мне кажется, 4 месяца всего, он уже готов к общей группе. Очень аккуратно, очень аккуратно с этим делом. То есть, ну, должна быть вообще у людей, у врачей какая-то, ну, не стопроцентная, а 120% уверенность в том, что все в порядке, потому что все может казаться в порядке. Поэтому тут лучше перестраховаться, чем опередить события. Вот эта клиника, где он лечился, она славится вот этим революционным методом восстановления от крестов за 4-4 месяца, хотя стандартный срок полгода, а то и 7 месяцев. Там какая-то своя технология, методика, если, да, говорить дилетантским языком, она заключается в том, что человек после операции сразу же получает нагрузку, чтобы мышцы не атрофировались. Ну, это вроде как дало эффект с Тарасовым, например. Но я посмотрел, я не видел на сайте этой клиники в списке пациента каких-то громких фамилий. люди сборной Германии, сборной Испании, они восстанавливаются все время после таких травм по старинке, 6 месяцев. Не похоже ли это все на какой-то риск чудовищный? Мне сложно, это слишком такие специализированные моменты медицинские, чтобы обо всем этом судить. Но вот с Тарасовым, слава богу, все хорошо, и, так сказать, вышел, отыграл на Кубке Конфедерации, сейчас постоянно играет, это уже прецедент говорит в плюс, что называется. Поэтому давайте верить и надеяться. Тогда о хорошем Зобнин, когда вернется и, дай бог, все будет хорошо по здоровью, вернется к своей прежней форме, это сколько, будем говорить, процентов мощи добавит Спартаку? До процентов вариативности, процентов всего. Очень много, на самом деле, не буду прямо в цифрах, но важнейшая фигура для Спартака, и ее важность, ее концептуальность, я бы так сказал, все поняли именно в тот, так сказать, вдвойне поняли в тот момент, когда команда оказалась без Зобнина. Значит, уже это, его способность играть на самых разных позициях, играть без потери качества, до такой степени уже стала для всех привычной за течение прошлого сезона, что вдруг, когда Спартак оказался без Зобнина, и вариативность пропала, елки-палки, все поняли, какую роль играл этот боец и этот классный молодой футболист для красно-белых, поэтому дай бог, вообще, и замечательный человек, кстати говоря, абсолютно неиспорченный, хороший, и дай бог ему здоровья и удачи. твой прогноз, с какого места, какое место Спартак займет в своей группе в Лиге Чемпионов? Это вопрос тоже из зала. Думаю, что третья. Но надеемся на второе. Надеемся на второе, конечно, боимся четвертого, но думаю, что третье. И не верим в первое. Ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы Спартак первое место в группе занял. Чудеса, на то и чудеса, чтобы случаться слишком редко. Да. Чтобы случались они только со сборной Панамы. Спасибо, Игорь. Спасибо, Дим. До новых встреч. Увидимся очень скоро. Будем уже обсуждать Лигу Чемпионов как свершившийся факт. Всем пока.